Оглянитесь вокруг. Нас окружает огромное количество отработанной, а часто бездарно истраченной и брошенной бумаги. Зачастую он отправляется в мусорное ведро, а ведь, сдавая макулатуру в пункт приема, мы делаем свой посильный вклад в охрану и сохранение природы. С таким посылом представители мусороперерабатывающего завода обратились в школы, гимназии и лицеи города, объявляя вместе с Брестским госполкомом конкурс по сбору вторичного текстиля и макулатуры. В итоге за время акции было собрано порядка 75 тысяч килограмм бумаги. Таков результат детского энтузиазма и неравнодушия. Самые активные получили дипломы и ценные призы от организаторов мероприятия. Самыми активными оказались учащиеся 26-й школы. Они набрали 5 тонн макулатуры, и поэтому мы решили наградить их, чтобы именно их лица выступали в качестве модели на нашем билборде. Поэтому будет организована такая фотосессия самых активных этих учащихся. И я думаю, что будет приятно как и самим учителям, так и детишкам. Ну и, конечно же, гордость для родителей. Также мы хотим отметить и остальных активных участников нашей акции, поэтому мы дарим им небольшие поощрительные призы с символикой нашего завода, а также информационный и агитационный материал в виде каких-то публикаций, книг, журналов. Я лично в своей семье любую бумажку, пластиковую вещь откладываю раз в полгода, не менее 60 килограмм макулатуры для деток собираю за счет средств массовой информации, которые я выписываю, которую я прочитываю, за счет каких-то старых изданий, за счет коробочки от зубной пасты, от упаковки таблеток и так далее. Параллельно с конкурсом среди детей завод объявил аналогичное соревнование и среди взрослых, а именно среди жителей домов, находящихся на балансе городских жестов. В течение двух месяцев передвижной приемный пункт принимал макулатуру каждую неделю. Собрав более тонны этого вторсырья, победу в конкурсе одержал третий жест города. В итоге за проявленную активность в одном из дворов, который находится на его обслуживании, поставили детскую горку – подарок от Брестского мусороперерабатывающего завода. На площадке она пришлась как нельзя кстати, а самое главное – это стимул продолжать начатое. У нас дом проблемный. Один дом внутри собственника, и чтобы добиться какого-то решения по нашей площадке, нам сил немало понадобилось. Вот ЖЭС, наш любимый, нам очень помог, приятно. А вы участвовали в сборе макулатуры? Каждый день. И в раздельном мусоре, и в сборе макулатуры. Собираем, относим, все делаем. Ученые выяснили, что один работник бумажной сферы за год исписывает целых 17 хвойных деревьев. 10 тысяч в год вырубается в Китай для производства открыто к праздникам. 115 миллиардов страниц офисной бумаги ежегодно во всем мире превращается в макулатуру. И это только единичные факты. И бумага здесь совершенно не виновата. Она – универсальное сырье, необходимое современному человеку. На данном этапе от нас требуется только одно – сдавать использованную макулатуру на переработку, в пункты сбора. В этом случае мы не только вносим вклад в развитие экономики страны, но и улучшаем экологическое здоровье нашей планеты.